Всем привет! Вы вновь на канале школы уличного футбола Стрит Мэднес и с вами, как обычно, Солоджой. На прошлой неделе мы разбирали случаи того, как топовые уличные футболисты получали пану. И, к моему большому удивлению, я словил уйму позитивных комментариев по такому типу разговорного видео. Поэтому на этой неделе я решил продолжить тест данного формата. Не переживайте, туториалы вернутся в следующей серии. В комментариях же к прошлому видео я просил вас поделиться идеями того, какие обзоры мы еще с вами можем сделать. И одним из них было предложение сделать мой топ-10 пана игроков. Но мы вернемся к этой идее чуть позже, потому что две недели подряд разбирать топовых игроков и ранжировать их в каком-то субъективном порядке, мне кажется, немного скучно. Вместо этого мы пройдемся по списку из 10 уличных футболистов, которые, как мне кажется, несправедливо обделены вниманием в социальных сетях. Это не топ от лучшего к худшему. Это просто подборка классных ребят, которые обладают хорошим скиллом, но почему-то не имеют большого количества подписчиков или просмотров в Инстаграме. Поэтому я надеюсь, что данное видео поможет вам разнообразить вашу ленту Инстаграма новыми лицами. Хватайте телефон, записывайте понравившихся ребят, и если не успели, то все ссылочки будут продублированы в описании к данному ролику. Поехали! Начнем мы нашу подборку с американского игрока Бостона Джейда. Он является примером усердия и преданности своему делу. Насколько я знаю, он живет в небольшом городке и не имеет единомышленников, поэтому каждый день тренируется в гордом одиночестве. Но минус отсутствия единомышленников превращается в нехилый плюс, потому что Бостон прогрессирует просто с какой-то невероятной скоростью. Более того, параллельно занимаясь фристайлом и комбинируя два этих направления, он смог выработать свой неповторимый и оригинальный стиль. С которым, кстати, в прошлом году он ворвался на третью строчку онлайн-турнира от Get The Games. Но, как мне кажется, самые большие победы еще впереди. Субтитры сделал DimaTorzok Если спросить меня о девочках, которые могут в пану и могут в стрит, то, пожалуй, единственное имя, которое у меня сразу точно всплывет в голове, это имя Эми из Японии. Играть с ней одно удовольствие. Мы встречались в 2019 году на предтурнирном джем-сэшене и играли с ней в пану, а также после этого встречались на турнире 3 на 3 против команды Японии. И скажу я вам, парням некоторым она точно фору даст, поэтому явно заслуживает вашей подписки. Субтитры сделал DimaTorzok Энтони Антоню вполне успешно развивает свой бренд Pana Boss на просторах Англии. Под этим именем он проводит большое количество тренировок и мастер-классов, а также под одноименным хэштегом кидает большое количество челленджов в социальные сети. Плюс ко всему обладает классным стилем и прикольным скиллом. Поэтому, когда человек столько сил вкладывает в уличный футбол, это точно достойно вашего внимания. На Афуме Шинзато один из участников японской команды Pana Home. Вообще в моей подборке почти половина японцев, но если сильно не погружаться в тему, то наткнуться на японцев практически нереально в европейских социальных сетях. В целом про Шинзато мне сказать особо нечего, кроме того, что в 2019 году мы встречались на Pana House Invitational, и в турнире 3х3 я кинул ему Pana. Но его последние видосы говорят сами за себя, потому что за последние пару лет он нехило прибавил, и следить за ним стало одним удовольствием. Продолжение следует... Серегу Нефедову вы можете знать по Pana Battle с Орехом, который мы публиковали на нашем канале примерно год назад. Но более детальная направленность этого парня — это граундмувер, в которых он показывает очень классный стиль, присущий ребятам из Дании. Поэтому, если вы любитель всевозможных раскруток, оборотов ногами и каких-то неуловимых акт, то вы залетели по адресу. Продолжение следует... Махмуд Гаргутти — не самая популярная личность в уличном футболе. Судить об этом я могу даже по реакции ребят, которые ездили с нами в Данию в 2019 году, и когда мы играли на джем-сэшене, спрашивали, что это за лютый тип, который возит по 5-6 человек в одиночку. Махмуд Гаргутти — не самая популярная личность в уличном футболе. Порвался в финал турнира 3 на 3. Этот парень точно достоин вашего внимания. Махмуд Гаргутти — не самая популярная личность в уличном футболе. Махмуд Гаргутти — не самая популярная личность в уличном футболе. Поэтому, если вы хотите блеснуть своим скиллом, не забывайте делиться своими видео в инстаграме, при этом отмечая хэштег «PanaPro». Плюс, если точно хотите, чтобы ваше видео не пропустили, можете отмечать и меня. Про Махиму Токахиде, как и про многих японцев, мне, в принципе, рассказать-то особо нечего. Ввиду того, что бурного общения в интернете или на турнирах у нас с японцами особо не возникает, ввиду языкового барьера. Но что я могу про него сказать, это то, что у нас с ним взаимная подписка еще с таких давних времен, когда уличный футбол в инстаграме еще только зарождался. А он и по сей день радует нас своими видосами. И это я не ругаюсь матом. Он, пожалуй, самый инкогнитом мэн в данной подборке. Но давайте договоримся так. Говорить сейчас буду не я. Говорить будет скилл этого парня из Саудовской Аравии. Говорить скилл этого парня из Саудовской Аравии. маленький японец юта это как мне кажется следующий шиву можете заскринить данный момент и потом через несколько лет показывать мол витек в двадцать первом году предсказал это а мы и не поверили он начнет сначала разносить всех в детском возрасте а потом как мне кажется переключиться и на взрослых когда человек в таком возрасте имеет такой скилл мне всегда немножко страшно представлять что он будет иметь когда например приблизиться к совершеннолетию и как мне кажется у нас есть прекрасная возможность наблюдать за его развитием онлайн без регистрации и sms хоть это и не топ но хакана explosion в этом списке я бы точно поставил на первое место человек занимается уличным футболом с бородатых времен 10 лет точно но как мне кажется возможно и больше он имеет свой неповторимый скилл и стиль который вы точно не спутайте ни с одним другим уличным футболистом планеты более того он постоянно вырывается в топ-16 на фанах алсин и тысяч и других крупных европейских турнирах единственное что хотелось бы это чтобы он после почаще потому что каждый раз как он выкладывает новый видос ленту для меня это небольшой праздник для вас надеюсь это стопроцентная подписка ну что ж вот такая подборка выдалась сегодня надеюсь что хотя бы парочку новых имен вы для себя открыли пишите в комментариях кто вам понравился больше всего или предлагайте свои варианты кого бы вы добавили в данный список может быть таким образом мы наскребем на вторую серию напомню что меня зовут соло джой вы можете пообщаться мы в любых социальных сетях но советую instagram а также приглашаю вас на реальные тренировки школы уличного футбола в москве и санкт-петербурге все ссылочки вы найдете в описании к видео прощаюсь до следующей недели но помните друзья дальше у нас больше до следующей недели